Ностальжи О геймплее, как это было на то время классно или как это было на то время плохо Я думаю, у большинства из вас это вызовет очень хорошее впечатление И вы меня поддержите своими лайками, подпиской И обязательно будете принимать активное участие в развитии данной рубрики в будущем Я не мог бы начать эту рубрику с не своей любимой игры в жанре стратегии Это игра Imperial Glory Я думаю, те, кто давно на нашем канале, уже могли видеть летсплей прохождения по этой игре Там, где мы проходили за Пруссию на самом высоком уровне сложности Ну а сегодня я просто, скажем так, от балды начну кампанию И мы с вами немножко, опять же, вернемся к истокам этой игры И посмотрим, как это все происходило и какие были плюсы-минусы для игры на то время Давайте выберем кампанию Конечно же, выберем сложность очень тяжело Точнее тяжело, значит, полная победа, подсказки уберем и нажимаем ОК В прошлый раз мы играли за Пруссию Это считается, если кто-то будет перепроходить Пруссия считается самая тяжелая, скажем так, в плане старта Потому что вокруг нее сразу агрессивно настроенные поляки и прочее, прочее, прочее У нее есть выход к морю, где ее могут спокойно заблокировать и оттуда нападать Также, как вы видите, экономический рост, военный, флот, морской потенциал, научный потенциал Все очень убого Поэтому, если у других фракций есть какие-то, хоть какие-то преимущества У Великобритании вообще самый изи фракция считается То Пруссия считается самая тяжелая Поэтому новичкам, как бы, лично я советую Это или Великобритания, вы будете на своем, как бы, архипелаге отделены от всех проблем внешних Или Россия, потому что, смотрите, огромный кусок территории То есть, хорошее вооружение Неплохой вариант для новичка Ладно, давайте, в общем, мы за Пруссию играли Выберем Австрию, начнем играть за Австрию Что хотелось бы сказать вообще вкратце об этой игре Эта игра, это пошаговая стратегия Точнее, с элементом пошаговой То есть, у нас есть политическая карта На которой мы передвигаем, как бы, свои отряды Своих командиров Я извиняюсь, я сейчас мужичка оттого выключу сразу Нельзя выключить Да-да-да, хорошо, исследования Как вы видите, здесь есть ветки исследований Если вы, соответственно, делаете упор в медицину Там, точнее, в мирную ветку То в ветви ресурсов, вы там, на ресурсы у вас больше идет Там, военная ветвь, ну так далее Ну, я думаю, в принципе, это понятно Когда вы развиваете какие-то технологии То есть, это дает вам определенные плюшки В игре присутствуют у нас четыре, скажем так, ресурсы Самый основной это золото Соответственно, дерево, население и еда Еда у нас как производится, так и потребляется То есть, есть иное количество, сколько производится в час Ну, как бы, заход, точнее, и иное количество, сколько потребляет На, как бы, наше государство В основном еду кушает армия, которая находится на марше То есть, если она находится не в городе, а на марше Или на чужой территории, это еще больше потребление еды и так далее То есть, как бы, игра представляет собой карту На которой разделены определенные географические области Каждая страна, помимо империй Имеет, как бы, свою изначальную территорию Мы можем эту территорию захватить Мы можем ее выкупить То есть, в этой игре на то время было продумано Помимо боевой части То есть, помимо сражений Было продуман также легкий, ну, скажем так Легкий общий элемент политики То есть, в дипломатии, как вы видите Здесь можно сделать там и союзы заключить И вот, и коалиции И объявить войну, и мир, и право на проход Даже можно, в принципе, даже можно в брак Если у вас во время игры выпадает, там, родился наследник, да, или наследница Вы можете дочку выдать замуж Или, там, своего, к примеру, сына, там Удачно женить с какой-нибудь принцессой, там, или королевной Или еще кем-то с другой стороны И, как бы, ваши отношения очень улучшатся Есть общая шкала Показывает нам отношение мира к нам То есть, сейчас Все-таки она больше плохая, чем хорошая По отношению к нам Ну, как бы, знаете, нас любить необязательно Я, как показал, как бы, в той записи В тех серии видео Что любить нас, в принципе, не обязательно Надо просто уважать Потому что мы можем прийти и навалять, как бы, под шапки Особенно полякам Вот, кстати, вот они первые, как бы, у нас Капитан Понятковский Вот, то есть, как бы, поляки должны первые от себя загребать Потому что, как бы, их нельзя оставлять Вот, тоже даю всем совет Вот, сразу, сразу нападать не на поляков Потому что они, как бы, не должны долго существовать Они потом превращаются в супер-пупер поляков И побеждают, как бы, всех просто Значит, сама, как бы, игра Вышла в далеком Уже, к сожалению, в далеком-далеком 2005 году То есть, это 12 лет назад Была она разработана Компанией Pira Games И выпущена Именно выпущена Компанией AIDES Это было в мае 2005 года Сама игра по себе Охватывает время С 1798 по 1830 год То есть, это тот временный промежуток В котором мы с вами можем Выполнять условия компании То есть, захватить весь мир соответственно Что мы, в принципе, сейчас с вами и займемся И периодически пока будем разговаривать Как бы, про эту игру Критики в свое время в этой игре Указали, типа, на такие ошибки Как, мол, отсутствие морали у воинов То есть, нету такого понятия Что они там могут бежать И так далее Типа, отсутствие определенной механики боя Что они такие, как, знаете, как роботы Типа Нету, вот как в Rome Dotal Warrior Был прикол, что там Натиск, там, и так далее, и так далее То есть, такого, как бы, нет И этим игра очень уступает Также игроки на то время Для себя отметили, что очень-очень неудобно Было управление и бой именно в море Почему-то им это тоже не понравилось Насколько я знаю, что здесь по физике К примеру, если солдаты Выстраиваем в ференге, да И солдаты, к примеру, стоят друг за другом И задние, если ряд стреляет То урон, к примеру, по передним союзникам не идет Это тоже, как бы, недоработка Но я считаю, что на то время На 2005 год Игра была очень неплохая И реально достойно было внимания Я считаю, те, кто в нее хотел действительно поиграть В нее поиграли Потому что, ну, игра просто реально Бомбезная, как по мне В принципе, что-то еще можно было Такого рассказать за эту игру Выбор фракций здесь, как бы, ограничен империями Это, как вы увидели вначале Это Россия, Англия, Австрия, Пруссия, Франция То есть, все Больше не дарно Другие страны Компьютерные выступают просто как мясо Которое безвольное И ничего не может сделать, скажем так Поэтому Их можно просто купить По сути Когда уже У вас достаточно денег Их можно просто купить Вот Политика и Дипломатия на легких уровнях сложности Не представляет из себя Ничего такого сложного То есть, вы начинаете С кем-то Объявляете войну, да Пару раз проливаете кровь, скажем так И Вам просто кидают мир При этом При этом Еще они платят вам деньги То есть Также есть Распространенная тактика Когда вы просто, к примеру, берете Объявляете войну К примеру, России, да Нападаете Набиваете там шишки Там, к примеру В Минске Капитану, Лонжерону Там Еще кому-нибудь набиваете шишки Хватаете Получая их в них территории И потом резко Очень резко Объявляете им Мир При этом Говорите, типа, братан Вот Возьми, как бы, тебе Деньги, да Там Давай И он такой Ну, хорошо, типа Давай дружить Но при этом При всем территории, которые Были захвачены во время конфликта При заключении мира Они остаются у вас То есть Это Знаете Даже В принципе На легким уровнем сложности Можно даже делать Практически вообще Бескровный момент Если Территория К примеру Никем не охраняется И рядом На соседних территориях Нету войск То можно просто Заходить Объявлять войну Забирать ее На следующий ход К вам не успеют дойти Вы объявляете мир И территорию Оставляете у себя В принципе Что Тоже Неплохо Скажем так Сейчас Я немножко прокомментирую Свои действия Я, получается В исследованиях Улучшил Местные госпитали И А только местные госпитали Получаются Их как бы Продворственные склады И В военной ветке Я улучшил Возможность Точнее Сделал возможность Строить военную академию В которой можно Обучать капитанов И ополчения И сейчас мы Казармы Потому что Я как бы Люблю вести более Скажем так Агрессивную Тактику войны Вот Кстати Местные госпитали Очень важная штука Они поднимают Прирост населения Это Вот этот параметр Прирост населения Соответственно Он расходуется На Создание Как бы Зданий Это уже как бы Важный ресурс И Самое главное Это Рекрутирование армии Что В военной Этой игре Очень немаловажно Также здесь существуют Понятия торговли Торговли Это торговые пути Которые Прокладываются С По всем территориям Соответственно То есть Вы ставите Строите торговое Представительство К примеру Там На чужой территории На своей И оно все связывается Между собой Вот к примеру Если открыть Коммерческую карту Вы видите Серенькие пути Это возможные пути По которым Может идти торговля То есть Вот Есть подсказка Что торговый путь Зеленый Отозначен У нас Такого еще нету Внутреннее торговля Это Которая Именно по вашей территории Происходит Незадействованные торговые пути Опять же Понятно Это серым И красный Закрытый путь Это если он где-то Обрывается Или к примеру Вы с какой-то Страной воюете И соответственно Вы Не можете с ними торговать Потому что вы воюете Вот Тут можно посмотреть Статистику По золоту По сырью По пище И так далее И так далее Ну и военная карта Она представляет собой Вот именно Классический вид Скажем так Тем временем Можно в принципе Построить везде Госпиталя Но опять же Это стоит Очень дорого Мы на это Тратиться не будем Так Государство Пруссия Выдвинуло торговое предложение Которое По его мнению То есть Периодически В основном Империи Предлагают вам Какие-то Торговые соглашения Какие-то там Договоры О проходе То есть Попутные страны Которые не империи Тут представлены Не империями Они как бы Никакого В принципе Сами никаких Вам не предлагают Своих Скажем так Услуг Государство Пруссия Значит Что они хотят Они хотят нам дать Продовольство За 1300 Нет Мы отвергаем Ихнее предложение Потому что Это невыгодно Невыгодно Вы же кстати По поводу торговли Вы в свою очередь Можете торговать С любым человеком Ну как бы С любой фракцией Независимости Это империя Или не империя Даже с маленькой Там папуаси Какой-то Можете торговать Так У нас родился Не понял Ваше вещество Вы должны решить Кто будет Вашим законным наследником Сын или дочь Катарина Или Фридрих Я-я Это будет Фридрих Возьмем Фридриха И потом Может быть Мы бы его женили Но мы конечно До такого момента Доигрывать не будем Так Давайте мы сейчас Проведем Какую-нибудь Показательную битву Вот к примеру Я не знаю Даже с кем Сейчас подсоберем Немножко Я думаю Молдовая Молдова Страна чудово Поэтому у нас Получит Молдова Или поляки Да Это будет поляки Точно Хотя у поляков Я вижу Низки жесткие Ладно Поляков трехать не будем Сейчас Немножко Рекрутируем армию И пойдем Повоюем с Молдовой И на этом Закончим Наш обзор Ностальжи По игре Империал Глори Напомню Ребят Оставляйте свои Комментарии Под этим видео Пишите Какую бы Игру Вы хотели Увидеть В следующем выпуске И я обязательно Ее найду Скачаю Или куплю Конечно Маловероятно Скорее всего Скачаю И мы в нее Тоже поиграем И посмотрим Что это за игра За которую вы рассказываете Потому что У каждого из нас С вами Есть любимые игры Которые Очень старые И которые Мало кто Освещают на ютубе И мало кто О них вообще знает Поэтому давайте Будем это исправлять Давайте будем делиться Давайте будем рассказывать И смотреть Что она себя представляет Так Строим Военную академию Для того Чтобы мы могли Рекрутировать Наших ребят Тем временем Франция И Пруссия Нам объявили войну Просто шикарно Я не думал Что будет все так Очень быстро Ну что ж А мы думали В общем И там куча коалиций Вступила с нами в бой Я не буду читать Эти сообщения Потому что Они режут меня Без ножа Я не ожидал Такой агрессии Сразу ко мне То есть видите Это опять же Показывает Высокий уровень сложности Что здесь Некогда Булки расслаблять Ребята Смотрите Польша Пруссия Саксония Османская империя Все они мне сразу Вмигом Объявили Франция То есть 5 стран Сразу 5 стран Коалиции Сразу объявили мне войну Прусские войска Уже находятся У меня здесь На границе И мне кажется Нам придется Ребятки отдать Богемию Потому что Мы ее не сможем Защитить И нам нужно Просто отходить Значит Обязательно Строим казармы Пока Пытаемся Штамповать Хотя бы Отряда Аполученцев Для того Чтобы Блин В общем Отдаем Эти две территории Мы в любом случае Отдаем Мы ничего не сможем С ними сделать Мы только Мы только Проиграем Поэтому Подкопим силы Обязательно Видите Пошел захват Сразу Пруссия Хапнула себе Кусок Пруссаки Они дерзкие Обратите внимание Вон французы Уже подходят К нашей столице Османская империя Нападает С другой стороны И у нас будет Первый бой Ребята У нас будет Первый бой И 120 Против 180 Как и В серии Тром Тотал вор Мы можем Командовать Сражением Лично Или же Можем К примеру Поставить На компьютер Или мы можем Просто отступить Что мы в принципе Сделаем И просто отступим Мы просто отступим И все мои войска Сейчас оказались Рядом С столицей Соответственно Мы сейчас их Укомплектуем Нашими новобранцами И пойдем Мочить Османов Смотрите От Польши Я бы Никогда Не простил Если бы я Дальше Играл В эту игру Я бы Обязательно Первым Делом Разобрался С Польшей Казармы Построены Тем временем Это означает Что мы с вами Можем Рекрутировать Уже Более-менее Нормальных Ребят То есть Это уже Не ополчение С палками А вот Вполне Как бы себе Там Мушкетеры Гренадеры Там Все дела Ну Гренадеров Конечно нет Но я образно Говорю Тем временем Франция Имеет Нашего союзника Нет Все Отступила Передумала Скажем так Вот вам пошел Первый экшен Ребят То есть Это показывает То что Здесь не надо Щелкать Мы с вами Долго разговаривали Я просто пропускал Ходы А на самом деле Нужно было Строить Дома Для нашей армии Так Что тут у нас готов У нас готов Еще одно ополчение Ну Не знаю Сюда ты наверное Не влезешь уже Тут Так Тут Так Ну вот Мне не нравятся Вот эти Неудокомплектованные Отряды Знаете Как-то Ну так Все это Некрасиво Вот так вот Сделаем Ждем Ждем У нас Видите Отхватили все Нашеть У нас нету Никакого прироста Толком Ни денег Ничего Можно попытаться Конечно продать Немножко дерево На деньги Потому что В нашем случае Сейчас дерево На мой Не так важно Да Дерево не так важно Как деньги И можно продать И попробовать Чтобы было за что Рекрутировать армию Столица наших союзников Государство Гельвейская республика Атакована Франция Атакует Господин У нас нету денег Теперь мы с вами Посмотрим Как раз Как происходит Как происходит Торгим Значит Давайте Дипломатия Значит Ломбардия Мы предлагаем Ей Давайте Я не знаю Так вот Напишем Что мы предлагаем Тысячу дерева И просим За это Ну каких-то там Скромных Да Там Тысячу Двести Тридцать Кстати От этого предложения Невозможно сказаться Они его примут Это такой Как бы Примерный советик Вам Да Как ну Можно Чем не Можно Вот То есть Если две тысячи Как вот они предлагаются Автоматом Это хорошее предложение Но не могут нам Отсказать Но так как нам Деньги нужны Стопроцентно Давайте Тысячу восемьсот Нет Видите Они не согласились Хорошо Давайте Тысячу семьсот Тоже Они не согласились Хорошо Ладно Тысячу пятьсот Наша последняя цена Потому что Мы в состоянии войны Нам деньги очень нужны И все равно Они не согласились Ладно Давайте Ну один Хотя бы К одному и два Тоже нет Хорошо Ребят Тогда последняя наша возможность Давайте Один к одному Ломбардия с нами Не хочет Ничего иметь общего Тогда Я думаю Россия Россия Большая страна У нее много денег Давайте Нет Давайте я вам еды добавлю Под соточку Не хотят Не хотят они с нами торговать Хорошо Молдова страна чудова Я предлагаю тебе еду Пятьсот еды И прошу у тебя Пятьсот копеек В общем Никто с нами Не хочет торговать Потому что Все только в самом начале Поэтому Я их прекрасно понимаю Будем ждать Будем ждать Сейчас Будет первый бой Очень близко Ребята Этот бой Очень близко Враги Нас поджимают Пруссия Пруссия Отступила От территории От одной Возможность Вздохнуть Так Осады города Берн Все Франция Пытается Взять Дельвейтскую Эту республику В общем У них не получается Пруссия Опять Наступает Нам на пятки Как-то В них Они объявили войну Сразу Пять государств У меня В моей практике Никогда такого не было Все бывает В первый раз Нет Ну конечно Были проблемы Но не настолько Глобальные Скажем так Не настолько глобальные Так Господин У нас нету денег У нас ни на что Нету денег А Как бы Вражеские отряды Ребятки У нас уже там Поджидают Да Денег нет Ни на что И никак Так Хорошо Значит Я думаю Сначала мы с вами Накажем Вот этих Ребятишек Сразу Как бы Да Вот так вот Вот Сейчас мы завершаем ход То есть Так как мы напали Мы деремся Мы хотим командовать Сражением Конечно же Лично Враг отступает Преследовать ли врага Нет Нет Да Преследовать И мы его догнали И наказали Соответственно Так Что мы сделаем Казнить Конечно Казнить Мы показываем Всем Что Не надо Шутить С войной Здесь другие Ребята Они пришли На нашу землю Думать Что мы будем Им прощать Что мы будем Их щадить Если бы я проходил Эту кампанию Мы бы пошли бы дальше Зашли бы в их столице И города И села И полили бы их Женщины Детей Они бы Трижды бы Пожалели Нет Тысячу раз бы Пожалели Что пришли На нашу территорию Так Значит Что Давайте 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 Поляк Капитан Панковский Сейчас я тебя дам Капитан То есть Опять же Стараем Бить Точно Жарить Как пчела Хотите Да Хочу командовать Они бегут Преследовать На колени Поляк Все Казнить Поляков Всех казнить Это кстати Очень ухудшает Отношение всех стран Но что нам терять Мы И так Как бы Все против всех Турки Еще в спину Лезут Понимаете Тоже Как бы Хажастопимон Выдану торговое Предложение Они нам предлагают Продовольствие За 400 Ничего мы не будем торговать Нам деньги самим нужны Все Закончились Как бы Ваши покатушки Так Значит Что мы имеем А имеем И вот что Нас короче В спину Подло В спину Подло Нас хотят Ударить турки Что тут у них У турков У турков стрелки Серьезные ребята То есть Уже Уже В принципе Будет какое-то Сопротивление А мы Знаете Как с вами Сделаем Мы сделаем Ход конем И сразу Нагнем Польшу Вот так Сразу же Нагибаем Польшу Так У них тут Польша Да Мы хотим Сражаться Лично Наконец-то Мы сейчас С вами Посмотрим Геймплей Боя И на этом Закончим Что стрелки И могут 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 Занимать Укрепление Типа Домов Ферм Мельницы Оттуда Вести Огонь Так Ну Соответственно Передвижение По карте У нас Возможно С помощью Клавиш ВСД Как обычно В этом Да То есть Это понятно Здесь у нас Есть режим И мы можем Бежать Тогда Отряды наши Устают Можем их Перестраивать Можем их Типа там Огонь На усмотрение Там и так далее То есть Весь стандартный набор Для стратегии 2005 года Я считаю Это неплохо Так Как мы видим Они все бегут Все три отряда Бегут в одной толпе Ополчения Польша я думаю Уже тысячу раз Пожалела Что пошла на мои земли Она не ожидала Такого поворота событий В принципе Мы можем просто Устроить тупой замес То есть Это ополчение С палками На ополчение С палками Сбоку дать Просто один залп Как бы Мушкетеров И все Как бы там все И обделаются Просто-напросто Кстати Ребят Лайфхак Для того Кто не знал Я не знал Мне подсказал Один из зрителей Нашего канала Или подписчиков Если он конечно Остался им еще То что можно ускорять Скорость игры Если в Total War Это можно делать Там С помощью Горячих Ну как бы Точнее клавиш Здесь на менюшке То здесь это делается Зажатием клавиши Ctrl Плюс Это ускорить И Ctrl Минус Это замедить время соответственно То есть Если кому надо То Обязательно пользуйтесь Типа Чтобы не ждать Как бы Да Там пока долго Оно все зайдет Пока не дойдут все Давайте в общем Повыстраиваем Наших Стрелков В определенной Позиции Здесь в отличие От Total War Вы просто Выставляете Формацию И видите Она как бы Идет Уже Сформированная То есть Она не может Там ее растянуть Затянуть И так далее Тем временем Началась кровавая баня Ребята просто Тут рубятся Они на жизнь И на смерть Сейчас мы еще Подведем наши Отряды стрелков И гахнем А мы гахнем Один отряд Уже гахнул Теперь этот Отряд пожалуйста Fire Есть такое дело Давайте Fire Ребятки Надо короче Всем Показать что мы Не шутим Все то есть Сейчас там Пошел замес Помимо всего Этого Наши отряды Еще отрабатывают Стреляют Происходит Боевочка Наши отряды При этом Не страдают Когда пули Летят Ну В этом плане Да Действительно Как роботы Железные Поэтому Тут такое Только что Рубилова была Наша армия Контролирует Поле боя Видите Формацион Они сами Короче Перестраиваются И единственная В чем проблема Только первый ряд Открывает огонь То есть Видите Второй ряд Не стреляет Хотя В принципе В идеале Не должны Приседать И второй ряд Должен стрелять Но это Слишком круто Для игры 2005 года Давайте Что мы еще Их не добили В принципе Мы всех Перебили Да У нас Большие Потери Но Но Польша Наша Ребятки Но Польша Наша Это был Геймплей Непосредственно Битвы Самой Я думаю Вам Понравилось А как Я не знаю В принципе Как бы Такая бы Игра Могла Не понравится Поэтому Ребята Обязательно Палец вверх Особенно За Польшу Которую Мы нагнули И Эта победа Мы конечно же Что там Поскольку Это Вына Пруссия Предлагает Нам 750 Единиц Золота Но Она Поджала Нашу Территорию Но Мы пока Выходим В плюсе Потому что Мы сейчас На это Золото Наймем Людей И пойдем Наваляем Туркам Которые Как бы У нас Внизу Поджали И мы Причем Не просто Отобьем Свою Территорию А еще Пойдем К ним Зайдем На территорию Как бы Ну Потому что Мы можем Потому что Мы можем Молдовия Кстати Нам объявила Войну Так Значит Ребятки В общем Вот такая Вот игра Вот такая Вот стратегия Я думаю Вам понравилось Это видео Я надеюсь И что Вам понравилась Задумка Этой рубрики Обязательно В комментариях Напишите Какую Следующую Игру Мы будем С вами Играть И смотреть Если вы Это делать Не будете Вы будете Плохими Ребятами И мне Придется Самому Подбирать Игры И я Это Буду Делать Но я Это Буду Делать С болью И С тоской Просто Понимаете Поэтому Не заставляйте Меня Расстраиваться Обязательно Палец Вверх Подписочку Палец Вниз Не важно Но Вы Должны Вместе Со мной Разрабатывать Эту рубрику Дальше С вами Был Рости Это был Канал Ролигейм Онлайн Спасибо За просмотр Оставайтесь С нами Будет Весело И всем Пока И до Новых Встреч